У Додона нет шансов стать президентом, понимаете, второй раз. Это потому, что вы тоже пойдете в президенты? Нет, не из-за того, что я пойду в президенты, а из-за того, что Додон... А вы пойдете в президенты? Просто, чтобы вы понимали. Вы не даете закончить мысль. Я об этом три раза говорил. Скажу еще раз. Значит, Додон в прошлый раз стал президентом благодаря 6,5% населения, которые голосовали за Чубашенко. И если Додон может оболванить своих каких-то кураторов, некоторых внешних партнеров, то он точно не получится у него обмануть молдавский народ. Я этого не допущу. Поэтому и на тех переговорах с Владом Плохотнюком летом, если вы были внимательны, он говорил про возвращение процедуры избрания президента в парламент. И сегодня, вы же поймите, их там сколько проголосовало? 62 или 63 за отставку. Значит, Додону сегодня нужны демократы для того, чтобы решить главную задачу. В честной борьбе, какой бы он использовал админресурс, Игорь Додон никогда президентом Молдовы больше не станет. Почему он так уверен? Ну почему, Наталья? Потому что вы видели результат местных выборов, да? Где при всем ресурсе, при огромных деньгах, задекларированных, незадекларированных, при той грязной кампании, которая вела исключительно против нас, мы выиграли в 8 городах и Додон в 8 городах страны выиграл местные выборы. Это о чем-то говорит. А мы два месяца занимались реанимацией партии, я с коллегами, а он ее наращивает 3 года в тепличных условиях. Ну просто, чтобы мы поняли, вы пойдете в президента? Наталья, просто чтобы вы поняли, я говорю, Наталья. Если будут прямые выборы, прямые всенародные выборы президента, вы идете? Я пойду, я буду участвовать в выборах президента, только если меня попросят, и за эту идею будет не меньше четверти населения Молдавии. То есть когда более 25%?